Для школы номер 6 с углубленным изучением французского языка обмен учениками явление привычное. Уже не первый раз в Рязань приезжают группы школьников из Франции, а в скором времени российские ученики отправятся за границу. Для ребят это прекрасная языковая практика и не только. В подобных путешествиях у них появляется возможность познакомиться с явлениями, о которых вряд ли они бы узнали на своей родине. В этом плане музей СССР для французских школьников оказался кладезем сюрпризов. Их явно заинтересовали диафильмы. Крайне удивила туалетная бумага без втулки. Ну а советский велотренажер и диск здоровья ребята решились опробовать. Все вызывало у юных французов искренний восторг. Они с удовольствием пробовали писать переевыми ручками, осваивали печатные машинки, знакомились с музыкой советских времен и даже станцевали под нее. Музей очень интересный. Главным образом интересно то, что здесь можно не только смотреть на экспонаты, но и трогать их, что делает этот музей живым. Директору лицея, в котором обучаются ребята, музей тоже понравился. Однако большинство экспонатов, представленных здесь, знакомой Сильве Тьерсе не понаслышке. По ее словам, в те времена, когда существовал Советский Союз, во Франции в эпиходе были похожие предметы. А вот современная Россия ее впечатлила. Я первый раз приезжаю в Россию с учениками и вообще в вашей стране я впервые. До этого я знала Россию только по книгам Толстого Достоевского Гоголя. И что меня удивило и впечатлило, это то, что Россия очень современная страна. Впереди у юных французов катание на коньках, школьный праздник, который ожидает их завтра и возвращение в родной Ламберсар. Но наверняка посещение нашей страны им запомнится надолго, в том числе и благодаря музею СССР.